Размер такого бруска, если он помещается в яму, то яма автоматически признается ненормативной. Сюда мы можем поместить, наверное, с десяток этих брусков. О ямах на улице Тимакова действительно ходят легенды. Проехать и не повредить машину крайне сложно, ведь на дороге нет живого места. Глубокие и мелкие, широкие и узкие. Ямы расположены на всем протяжении небольшой улицы. В некоторых местах скопление настолько большое, что объезжать приходится либо по встречной полосе, либо брать сильно в сторону. Мы разработали проектную документацию на капитальный ремонт дороги с учетом ремонта проезжей части, с учетом замены бортового камня и ремонта тротуара. Мы разработали в прошлом году в рамках национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. В текущем году мы запланировали эти мероприятия по реализации этой проектной документации. Активисты УНФ предложили властям действовать уже сейчас. В качестве возможных мер назвали ямочный ремонт, установку ограждений или полное перекрытие участка. Ведь улица Тимакова вошла в топ-10 убитых дорог региона. Рейтинг был составлен на основе мнения рязанцев. Карта существует два года. За это время горожане добавили на нее более 760 дорог. 68 из них были отремонтированы, а на 26 проведен ямочный ремонт. Сейчас действует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так вот, согласно этому нацпроекту, к 2024 году город должен выйти на показатели 85% дорог должно быть в идеальном состоянии. То есть, простым языком, человек от дома до работы должен проехать по хорошей дороге. Однако дороги должны быть не только ровными, но и безопасными. Активисты УНФ побывали уже в 40 городах России и отмечают, что ситуация с пешеходными переходами в Рязани одна из самых тяжелых по стране. Мы видим, что центральные улицы более-менее приведены в нормативное состояние, но вопросы безопасности на крайне низком уровне. Очень много пешеходных переходов, у которых нет разметки, нет освещения, они никак не обустроены. И с организацией дорожного движения тоже какой-то бардак. В городе практически нет разметки, и машины ездят хаотично. Нам, как гостям, на некоторых перекрестках было вообще очень сложно ориентироваться. Внимание активистов привлек пешеходный переход около дома номер 14 на улице Горького. Он был создан как временная мера при строительстве многоэтажного дома. Однако горожане пользовались им около полутора лет. Разметка стерта, наносить новую не будут. Выяснилось, что в ближайшую неделю его хотят ликвидировать. Остальные пешеходные переходы пока стоят в очереди. Мы будем носить износостойкую разметку, не краской, а термопластиком, что долговечность свою показывает. И поэтому мы не наносим на некоторых участках, ждем заключения контрактов, на которых будет выполняться такой вид разметки. На остальных мы работы продолжаем. Я думаю, что мы к первому сентября, к началу учебного сезона, такие все самые опасные участки мы отработаем. Тем не менее, в других городах, по словам активистов ОНФ, подобные работы успели завершить к 9 мая. Свои рекомендации федеральные эксперты карты убитых дорог передадут в администрацию города. Ведь главная задача проекта – помочь сделать российские дороги удобными и безопасными для каждого жителя. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».